Результатом исследования электоральные настроения восточных и южных областях Украины, которые представят наши гости, руководительница проектов Агентства социального проектирования права выбора Елена Бугло, руководительница компании Солвинг Светлана, Марина Хрусталева, научный консультант компании Солвинг и исполнительный директор организации Агентства социальных исследований Андрей Клячин. Добрый день. Пожалуйста, вам слово. Он работает. Добрый день. Здравствуйте. В Харькове вчера мы были в городе Днеприя, позавчера мы были в городе Запорожье. И где представляли, собственно, для Запорожской, Медопетровской областей, сегодня для Харьковской, наше исследование, электорное настроение избирателей восточных и южных областей Украины. Для тех, кто не знал, мы уже выступали здесь, как раз в этом же помещении, около месяца назад, чем больше, участники, наши участники, это Агентство социального проектирования права выбора Елена Бугло, Агентство Солвинг в Запорожье и Агентство социальных наследжений в городе Непр. Мы объединили своеобразный такой социологический консорциум и собственными силами проводим исследования в семи восточных и южных областях Украины. Почему мы объединились те, которые не знали в прошлый раз? То есть нам всегда очень интересно, когда мы смотрим результаты социологических исследований в целом в Украине, а также раскладываются голоса избирателей отдельно в каждой взятой области. Потому что мы знаем, что существуют электральные особенности для каждой области. Более того, даже внутри каждой области существуют свои особенности. Вот в Харьковской области мы знаем, что Балаклейский ранее никогда не голосует так же, как Краснокутский, Чуговский, Зачепиловский или Бузняковский. Все у нас всегда по-разному. Это совершенно очень интересно, тем более, что в данной ситуации, когда через полгода должны быть на ближайшие очередные президентские выборы, ситуация и развивается, и предвыборная кампания де-факто уже началась, и некоторые уже подсчитали, что существует около 44 кандидатов президента Украины. Это очень интересно, борьба достаточно тесная, все дышат друг другу спину. Более того, в некоторых политических парках существует два претендента на посаду президента, на пулагу Гейтмана. Как всегда, у нас существует на два места, три претендента, а потом лично. Мы проводим опросы по семей властях. Если вы знаете, что это уже вторая волна, в которой мы уже закончили всем областям, мы уже провели везде презентацию в каждой области, мы провели заключительную в Запорожской области, получили определенные результаты. Теперь мы начали вторую волну. Это вторая волна уже, я сказала, была презентирована в Запорожской области. Там были свои особенности, свои результаты особенные. В Днепропетровской области свои нюансы, которые отвечали за Запорожской, тем более от Хайперской областей. Целью нашей программы мы обнаружили, какую особенность, что мы увидели, что все еще сохраняется некий такой консервативный лагерь, который по-прежнему соблюдает свои позиции. Наша гипотеза в целом сохранилась, однако для каждой отдельной взятой области опять-таки имеют свои особенности. Мы проводим наши исследования с определенным ритмом. Где-то, получается, месяца два-полтора в каждой области. Мы это как бы все замеряем ситуацию и все видим. Еще раз повторю, мы проводим исследования в Запорожской, Хайперской, Днепропетровской, Есско-Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Ну и суммарно также подводим результаты. Суммарно это средневзвешенная характеристика для тех, кто интересуется. Естественно, мы учитываем для каждого взвешивания каждого ритинга и тех избирателей, которые декларируются в участии в выборах, а также обязательно доля каждой области в общем котле. Потому что мы понимаем, что Днепропетровская область это более двух миллионов избирателей, Хайперская область полтора миллиона, если не ошибаюсь, избирателей в Кировоградской области, в Херсонской, совершенно другие результаты. Итак, представляю вторую волну исследования электрального строения восточных и южных областях Украины с циологического консорциума выборов в Хайперской области. Наше исследование проходило в Хайперской области с 9 августа по 23 августа 2018 года. Всего, согласно выборке с учетом основных социально-демократических характеристик методом интервью «Фейс-то-фейс» было опрошено 1497 респондентов в возрасте от 18 лет, которые репрезентуют взрослое население Хайперской области. Квотами выступали традиционно пол, возраст и район проживания респондентов. Опрос проводился в Хайперской области в областном центре города Хайпере тысячи анкет и в шести городах области – город Изюм, город Купинс, город Лозовая, город Любатин, город Первомайский, город Чугун и в десяти малых городах и в 22 районах Хайперской области. Погрешность и презентативность исследования не превышала плюс-минус 3,1%. Оценка ситуации задавался традиционный такой вопрос, как вы считаете, события в Украине развиваются в правильном или неправильном направлении? Как видите, респонденты Хайперской области, 10,5% избирателей считают, что события развиваются в правильном направлении, в неправильном направлении развиваются, считают, что события 81,8%. Мы уже в каждой области, когда выступаем, говорим, то есть мы обсуждаем много с журналистами, с экспертами, которые приходят на наши презентации. Понятное дело, что что такое хорошо, что такое плохо для каждой области различается. Например, во второй волне, чтобы вы понимали, показатель Хайперской области выше, чем удовлетворенности в правильном направлении, выше, чем в Запорожской области, но ниже, чем в Днепропетровской. На данный момент самый высокий показатель удовлетворенности жителями своей жизни 24% в Кировоградской области. На вопрос, почему в Кировоградской области такая высокая удовлетворенность жизни, да, в Хайперской получается в 2,5 раза меньше. Ну, каждый для этого нужно ответить для себя. Можете это коррелироваться с различными другими показателями электоральной активностью, поддержкой тех одних политических партий. Также это вопрос философский, потому что, в принципе, прямой корреляции мы обнаружить, конечно, не сможем. Каждый в данном случае решает для себя. Многие избиратели за полгода до выборов пока еще считают, что в неправильном направлении, однако увидят в избирательных программах претендентов, в политических партий какие-то свои месседжи, что-то свое, кто-то будет рассуждать и выберут какую-то такую радикальную позицию. Кто-то останется на конформистских позициях, кто-то на консервативных позициях останется. Это мы все сможем увидеть только в течение этих полугодов, как будет развиваться ситуация. В Хайбовской области. Те преимущественные проблемы, которые стоят перед Украиной, должны быть решены в первую очередь, как считают респонденты Хайбовской области. И респонденты имели право ответить на три варианта вопроса. Как и в первой волне исследования, на первых местах для Хайбовской области состоит война на Донбассе 42,5%, коррупция 41%, и соцобеспечение, и соцзащита 32,1%. В первой волне, когда мы были два месяца назад, эти же три проблемы, которые были сейчас на первом месте, тогда также они были на первом месте. В других областях ситуация также такая же. Единственное, что добавляете в пятерки лидеров экономический кризис и безработица. В Хайбовской области как бы безработица отметил только каждый пятый респондент. Там все остальные вопросы, достаточно такая динамика. Есть откровенные три видео от приоритетности проблем, остальные респонденты уже замечали, как не настолько злободенны. Понятное дело, что мы выбирали самые глобальные проблемы приоритетные. Вчера мы поразговаривали в Днепропетровской области, в городе Днепрега, это проблема мусора. У нас как бы мы все возмущены, проблема мусора, почему это у вас нет. Но это как бы уже проблема местной власти, более не менее. Хотя для всех, конечно, и я знаю, мы с коллегами приезжаем всегда в Харьков, всегда идут в Харькове, чисто, действительно, красиво. Парки, скверы, улицы, дороги. Ну, мы просто попытались унифицировать, как-то найти общие болевые такие точки. Соответственно, о проблемах у меня предназначался список, который во всех точках, да, один и тот. Что это общая по всем? Поэтому где-то специфика, конечно, конкретного города, там выпрыгивалась от предела этого списка. Поэтому мы в каждом из областей представляем результат, мы об этом говорим. Что есть, конечно, специфические проблемы, мы попытались их просто унифицировать по этим всеми областям. Ну, обоснование, почему именно эти проблемы, конечно, ну, как бы, понятно, эти такие, действительно, самые главные проблемы, которые сейчас все выделяют. Дальше мы задаем такой вопрос, также очень интересный, отношение к деятельности первых лиц области и города. В каждой области мы также так-то спрашиваем. Ну, как все вы можете в Харькове, в сегодняшней нашей участнике нашей дискредитации понять, в Харьковской области показатели рейтинг губернатора и рейтинг Харьковского городского головы среди всех областей, в которых мы были, наивысшие. Причем это, как бы, лидерство гораздо сильнее, ну, в несколько раз превышает рейтинги других губернаторов и городских голов, где мы были. Рейтинг главы Харьковской областной администрации Юлии Александровны Светличной в Харькове, вот, в августе, которые мы замеряли, плюс 68,2%, причем полностью позитивное отношение к ней 28,7% и около 40% скорее позитивное. То есть это очень высокий рейтинг для губернатора. Отрицательное отношение минус 18%, то есть превалирование положительного над отрицательным гораздо вообще превышает позитивное отношение к негативному. Ну и рейтинг Харьковского городского головы также высокий плюс 64,7%, также где-то пополам позитивное полностью и скорее позитивное отношение. То есть мы, как бы, еще раз подчеркнули, и в прошлый раз был самый высокий рейтинг среди всех первых лиц области государства, и также сейчас. Ну, передам теперь, да, передаю теперь коллегам слово по дальнейшим нашим рейтингам.